Тук-тук! Кто-то есть? Народ набирается, всем привет! Давайте я подожду немножечко. Извините за задержку, на 15 минут я опоздала. Давайте, набирайтесь, лайкайте пока! Лайки, лайки, лайки! Привет! Вот кто-то уже пишет, привет, привет! Меня слышно? Напишите хоть да, нет? Народ, пишите в чат, какая слышимость! Ура, привет, юху, привет! Да, пишут! Вот, отлично, отлично! Давайте, набирайтесь! Я пока что поищу ваши вопросы. Сегодня будет длинный монолог мой. К сожалению, вы не можете мне задавать вопросы онлайн. Я думаю, когда-нибудь технологии дойдут до того, что мы будем общаться уже в прямом эфире. Можно будет как звонки прослушивать и уже получать вопросы почти живьем. Кто там пишет, все. Я, конечно, в горизонтальном положении смотрю ваш чат. Как дела? Супер, ура! Сыграешь что-нибудь, друзья? Нет, я сегодня не готова играть. Лена, тут можно задавать вопросы. Ребят, ну, здесь можно задавать вопросы, но на самом деле я сделала это заранее. В инстаграме под постом вы задавали вопросы, потому что здесь, конечно, невозможно все это дело успевать читать. Привет, привет, привет всем. Привет всем, друзья! Да, потихонечку мы набираемся. Уже 320 слушателей. Задерживайтесь. Не уходите, лайкайте. Кто не знаком, может быть, случайно как-то попал на мой перископ. Меня зовут Лена Третьякова. Я творческий человек, музыкант. Вот, и сегодня у нас с вами трансляция, я буду отвечать на ваши вопросы. Ну что, друзья, давайте потихонечку начинать. Процесс, процесс, чат просто разрывается. Расскажи, как дела, как здоровье. Ребят, все хорошо, все отлично у меня, все замечательно, я замечательно себя чувствую. Ну что, давайте начинать. Я нашла ваши вопросики. Поехали. Значит, кто-то, какая-то Anki1312ник спрашивает, как ты относишься к группе M-Band? Ну, я замечательно отношусь к любой музыкальной группе, потому что любой творческий человек, это интересный человек, глубокий. Я сама занимаюсь творчеством, и, в общем-то, нет такого, что у меня есть какая-то группа, к которой я бы относилась не очень. Есть, наверное, момент вкусов. Какая-то музыка мне не очень нравится, какая-то нравится, но при этом, как говорится, артистов много. Каждый имеет право говорить и показывать в музыке что-то свое, какой-то свой внутренний мир. А внутренний мир у всех разный абсолютно. Поэтому, в общем-то, конечно, замечательно отношусь и желаю ребятам, чтобы все у них было замечательно. Так, тут много очень вопросов по поводу того, что будет ли концерт в Краснодаре, в Тольятти, в Москве. В общем, очень много вопросов про другие города. Давайте я, когда дойду до момента вообще музыки, я просто... Очень много вопросов, и когда я дойду, в общем-то, до вопроса о музыке, вообще о проекте, я, в общем-то, наверное, в общем о нем вам отвечу. Так, какие книги ты читаешь, какие посоветуешь для саморазвития? Ну, вы знаете, каждый человек, в общем-то, выбирает, наверное, по книгам что-то свое. Но в мои разные периоды в жизни были, и когда, в общем-то, я пришла к йоге, я очень много читала литературу именно в этом направлении. Сейчас я уже недавно писала о том, что я поступила на второе высшее, ура, поступила на психолога. И, соответственно, в данный момент, и на протяжении, наверное, ближайших трех лет, даже почти четырех, я буду читать, конечно, весь материал на тему психологии, и там очень много чего изучать. И поэтому, наверное, в ближайшее время, в общем-то, моя заинтересованность будет именно в этом. А вообще, мне кажется, что читать лучше классику, потому что это, наверное, то, что нужно каждому человеку прочесть. И я стараюсь, в общем-то, в свободное свое время читать что-то из классики. Но, конечно, времени сейчас не очень много свободного для этого, но все же все впереди. Я думаю, что каждый человек должен читать на протяжении всей своей жизни и пополнять копилку знаний. Там что-то пишут. Знаешь город Опочка? Или какое ударение там ставится? Нет, не слышала на самом деле ни разу, но я думаю, что это замечательный город. Он вообще где находится, вы скажите мне. Так. Ну что, пошли дальше. Значит. Как поживают твои маленькие космокотики? Ой, космокотики поживают замечательно уже у своих новых хозяев, потому что все четыре космокотика уже находятся у себя дома. Каждый в разных концах Москвы. Вот. Живут они замечательно. И уже такие большие все, красивые. И знаете, как говорят, что любой... Дмитрий Горшинин. Барабанщик группы Море. Он просто сейчас разрывает мой телефон и не дает нам с вами нормально пообщаться. Так. Да, я говорила про котят. Так вот, что каждое животное, оно преобразовывается и становится только лучше именно у своих хозяев. В любви, в тепле и в уюте. Вот. Поэтому у них все хорошо. И у Иси, соответственно, тоже все замечательно. Так. Дальше. Вопрос как-то записан в перископе уже не актуален. Потому что перископ сейчас в данный момент. Так. Вопрос. Как высыпаться в школьные дни? Я вспоминаю себя в школьные дни. Наверное... Скажу так, что, наверное, тогда было время, когда еще можно было высыпаться. Потому что еще совсем такой зеленый организм. И, в общем, что просто ложишься спать раньше и встаешь в 8 утра, или во сколько я уже там не помню, в полвосьмого утра, завтракаешь, идешь в школу. И, по сути, на самом деле, сейчас я понимаю, что школьное время, оно крутое, замечательное время. Потому что это школа, общение, учителя различные, различные истории. Ну, то есть, и учиться было тогда, наверное, как-то лениво. А сейчас понимаешь, что в школьное время очень много чего... Допустим, я по себе знаю, что чего-то, наверное, я вот упустила тогда, что нужно было бы как-то по-другому. Вот. Поэтому, друзья, кто на самом деле учится в школе, цените. Это крутое время, оно реально замечательное. И вот от себя, честно скажу, жалею о том, что в школьное время хорошо не выучила английский. Вот просто всем сейчас, школьникам, говорю о том, что учите английский, пока есть возможность. Потому что у меня английский был с первого класса. И я его учила раз на раз. И, если честно, сейчас очень жалею, потому что сейчас очень хочу выучить язык. И понимаю, что если бы я это сделала в школе, проблем бы сейчас не было. Вот. Поэтому, друзья, не упускайте такой шанс. Серьезно. Так. Как близко общаешься сейчас с девочками из Ронеток? С девчонками мы очень хорошо поддерживаем связь. У всех на самом деле все замечательно. И вот недавно вы, наверное, видели по фотографиям. Я виделась с Нютой, я виделась с Леркой. И, в общем, на самом деле у всех, в принципе, все хорошо. Я очень рада, что у Нюты, в общем, сложилось. То есть, фу-фу-фу-фу, что она вот подписалась с Фадеевым. Это, на самом деле, очень замечательно. Главное, чтобы у нее все там было легко. Вот. И чтобы все получилось. И у Лерки, и у всех. И скоро я увижусь с Женькой Огурцовой. В общем, на самом деле общение у нас есть. Все у нас хорошо. Каждый занимается своими делами. И дай бог, чтобы у нас у всех все было только лучше. С каждым днем. Так. Ну, вот вопрос тоже, вот на каких языках, кроме русского, я говорю. Ну, то, что я до этого сказала, что English so-so. В общем, я говорю на английском совсем чуть-чуть. Конечно, я знаю такие моменты, как hello, what is your name, where are you from и так далее. Но для того, чтобы уехать элементарно даже просто в другую страну и разговаривать на английском языке, конечно, этого совсем недостаточно. Поэтому я действительно хочу поставить себе цель выучить английский язык. Вот. Так. На данный момент какая твоя цель в жизни? Ух. Цель – это такой, по мне, очень сложный момент, потому что человек – это человек, а не робот. Вот. И каждый день мы немного изменчивы в плане настроения, в плане какой-то там уверенности в себе. Вот. Цель, конечно… Ну, я, наверное, не буду говорить, какие конкретные цели. Все же эта цель должна быть где-то глубоко внутри, и она должна быть, наверное, какой-то личной. Вот. Но мое желание – это каждый день двигаться вперед. То есть каждый день делать что-то для того, чтобы становиться лучше, становиться сильнее, становиться успешнее. И успешнее даже не просто там брать музыку только, да. А успешный во всем. Вот. Это, мне кажется, хорошо, когда у человека есть стремление всегда идти вперед. Потому что уже не раз говорила о том, что для меня, если ничего не делать, это сравнимо с тем, что если, не знаю, не поливать цветок, он завянет. Вот. И для меня вот то, что я делаю, вот эта деятельность любая, когда ты чему-то учишься, когда ты идешь вперед, это как вода для цветка. Вот. Поэтому, наверное, цель – добиваться, добиваться того, чего бы хотелось в жизни. Вот. Так. Какие вещи поднимают тебе настроение? Ну вот сейчас, на самом деле, у меня хорошее настроение, потому что лайки, лайки, лайки и вообще перископ у вас тут много. И это замечательно, что трансляции все вон пишут в чате. Спасибо вам большое. Но если говорить вообще о повседневной жизни, то, конечно, солнышко за окном. Не знаю. То есть я вообще считаю, что настроение зависит от самого человека. Мы можем каждый день о чем-то думать и загружаться, и на самом деле не замечать каких-то маленьких радостей в жизни. Наверное, нужно стараться каждый день радоваться каким-то мелочам, потому что часто мы идем по жизни, что-то делаем, и уже как-то на автомате все это начинает происходить. И то, что происходит вокруг, чего-то хорошее, замечательное, мы уже этого не замечаем, и как-то не акцентируемся, и не радуемся этому. На самом деле нужно стараться как-то вот просто каждую секундочку, наверное, радоваться тому, что хотя бы у нас есть. То, что у каждого из нас есть, это уже большая-большая радость. Поэтому, друзья, давайте каждый день просыпаться, стараться, по крайней мере, да, смотреть в окно, стараться не просыпаться, в смысле, как бы просыпаться, и стараться смотреть в окно и каждый раз улыбаться новому дню. Просто вот радоваться. Потому что, по сути, в жизни много каких-то сложностей, нехороших каких-то моментов, вот, и нужно просто разукрасить эту жизнь больше улыбками, радостью, и тогда и радость будет притягиваться в нашу жизнь. Больше позитива в нашу жизнь. Так, поехали дальше. Ну, давайте зацепим вопрос, когда ждать концерта, поговорим о музыке, да. Я думаю, что всех очень интересует вопрос, почему такое, как бы, затишье, да, и что вообще там происходит или не происходит. Друзья, на самом деле, для меня это не какое-то там затишье и что-то какой-то такой странный, страшный период, когда какой-то штиле ничего не происходит. С опытом понимаешь, что, ну, вот, как я для себя, да, вот, всегда делаю всё по ощущениям, я делаю тогда, когда мне есть что сказать. А музыка – это такое важное для меня направление, что делать лишь бы делать для меня является некачественным и неискренним подходом для себя же самой. Потому что я считаю, что для зрителя, для вас очень важно получать какое-то искреннее творчество, которое идёт от сердца, от души. Вот, и сейчас пауза происходит потому, что я как раз-таки готовлю энергию, вот это вот, которая с каждым днём только усиливается, для того, чтобы в какой-то период выпустить то, что действительно будет нравиться мне, и я надеюсь, что, конечно же, будет нравиться вам. Подход по жизни делать, чтобы не забыли, или делать как-то что-то специально для того, чтобы делать вид, что что-то происходит, я не очень люблю такой подход. Просто не раз сталкивалась с тем, что когда я делаю, лишь бы делаю, я потом в этом просто разочаровываюсь. Мне потом не нравится сам результат. Поэтому, друзья, я хочу сказать, что группа Мори существует, что мы собираемся сейчас серьёзно начинать работать над материалом. Честно, даже признаюсь, уже есть первая качественная, которая мне очень нравится, аранжировка одной из песен, не скажу какой. И, по сути, ничего не мешает взять и выпустить её, просто вот, просто выпустить, да. Но я люблю делать всё с умом, и с качеством, и с вложенным каким-то хорошим смыслом. Поэтому эта энергия ещё копится, и обязательно через какое-то время вы услышите эту песню, вы услышите новый материал, потому что работа идёт, и да, возможно, для многих кажется, что она идёт медленно, но скажу вам, что в музыкальном пути творческом, особенно самостоятельном, когда работаешь без продюсера, когда работаешь, в общем-то, со своими силами, это, конечно, всё движется гораздо медленнее, но я человек терпеливый, я козерог, вот, поэтому с терпением у меня нет проблем. Надеюсь, что вы тоже терпеливы и обязательно дождётесь материала и вообще концертную программу, и вообще концертов группы Мори. И, кстати, друзья, хочу сказать о такой новости, её ещё нигде нет, это такой эксклюзив. То, что у нас небольшая происходит сейчас трансформация в группе Мори, она, может быть, новость, конечно, для кого-то грустная, ну, вообще она, конечно, не очень позитивная, но вот так сложилось у нас. У нас Юрочка, наш гитарист, он больше не будет с нами в коллективе, на самом деле не потому, что что-то произошло, и мы как-то там, ни в коем случае, он замечательный человек, но он молодец, он поступил учиться, он поступил в АВГИК, вообще просто крутой парень, потому что поступить туда действительно сложно, и у него сейчас очень много времени уйдёт на учёбу, поэтому сейчас небольшая трансформация в коллективе происходит, и ждите новостей, потому что, скорее всего, к нам добавятся новые участники группы. Скажу по секрету, я ещё сама не знаю, кто. Но я надеюсь, что со временем коллектив уже устаканится, и мы уже с ребятами будем двигаться серьёзно, уверенно вперёд в музыкальном плане. Поэтому, что касается концертов, друзья, когда я почувствую, что это стоит показывать, и это нравится мне, я уверена в материале, уверена в музыкальном звучании, в подаче голоса и так далее, то есть очень много каких-то таких нюансов, то обязательно будет концерт, я думаю, что будет большой концерт, на который обязательно мы всех позовём, в официальных сетях обязательно всё это будет. Главное – терпение, да, самое главное. Ну что, дальше? Так. Сейчас. На что тебе не хватает смелости? Вопрос. Интересный вопрос. Надо подумать. Смелости. Ну, наверное, я не прыгну с парашютом. Не знаю, я боюсь. Давно уже этот у меня страх прыгнуть с парашютом, и я думаю, что до сих пор пока что я ещё не готова. Так что смелости на прыжок, я думаю, что мне не хватит. А так, в принципе, я достаточно, наверное, смелый человек. Может быть, конечно, другие думают по-другому, но мне кажется, что я, в принципе, бесстрашная. Так. Сейчас найдём ещё что-нибудь интересненькое. Лена, ты ставишь лайки, если видишь в отметках красивые портреты. Да, друзья, на самом деле, во-первых, хочу сказать большое спасибо тем, кто комментирует под постами, потому что я всегда всё читаю, все комментарии, мне очень интересно ваше мнение, поэтому не думайте, что если вы пишете, это не прочитано и куда-то уходит в никуда. На самом деле, любой пост, где я спрашиваю о том, как вы считаете, какое ваше мнение, мне действительно важно и интересно. И даже лайки присутствуют в Инстаграме, просто не всегда у меня есть время сидеть в соцсетях, честно скажу, потому что работы много, дел много, есть чем заниматься, кроме социальных сетей. Вот, если есть время, конечно, если я натыкаюсь на какие-то интересные портреты, и вообще где меня там отмечают периодически, я всё это вижу и периодически ставлю вам лайк. Вот, так что за это вы мне лайкайте, лайкайте, лайкайте сейчас. Так. Вопрос. В одном из интервью я сообщила, что приняла участие в проекте Александр Пересвет Куликова Эхо, когда он выйдет на большие экраны. Ребят, честно скажу, я не знаю, всё как-то так затихло, наверное, по каким-то причинам, то есть кино, это вообще кто-то звонит в домофон. Кино это вообще дело такое сложное, вот, поэтому я не знаю, какие у них там причины, но сейчас кто-то позвонил в дверь. Друзья, сейчас я секунду, подождите меня, я сейчас вернусь обязательно. На. Давайте я секунду прямо сейчас прервусь и выйду снова в сеть. Подождите, как выйти? Сейчас я прервусь, друзья, чтобы вы меня не ждали, и снова выйду. Что ж такое, как тут выйти-то? Кто-нибудь знает, как выйти из перископа? Сейчас, друзья, подождите, я что-то не могу сообразить, как выйти из перископа. Подождите секунду, секунду, не могу выйти. Сейчас.